Установившаяся на территории Верхней Волжьи по-настоящему летняя погода добавила работы сотрудникам аварийно-спасательной службы МЧС. Ежегодно они фиксируют сотни обращений о пропаже людей в лесу. К счастью, большая часть потерявшихся находит выход из лесополосы самостоятельно. Однако многим требуется помощь спасателей или волонтеров. О том, как подготовиться к походу в лес и что делать, если вы заблудились, в нашем следующем сюжете. Лето, пора отдыха на природе. Однако, отправляясь на пикник за грибами, ягодами или просто побродить в густых зарослях тверских лесов, многие жители Верхней Волжи забывают о мерах предосторожности. По региональному управлению МЧС напоминают, места, которые вы хорошо знали раньше, могут зарасти травой или кустами. В этом случае выбраться из дебри без компаса и средств связи самостоятельно получится не у многих. А в этом подготовке к походу в лес нужно уделить особое внимание. Уходя в лес, обязательно надо с собой брать телефон. Если есть возможность, надо обязательно сообщить родственникам, куда пошли, на сколько собирались идти. Обязательно с собой. По мере возможности брать компас, желательно взять с собой воду, спички. Это вам очень может пригодиться в лесу. Кроме того, спасатели не советуют надевать в лес камуфляжные костюмы. Они существенно осложняют поиски потерявшегося. Наоборот, яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов даже с воздуха. В случае, если вы заплутали, говорят спасатели, главное не паниковать. Остановитесь. И если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения. По телефону 112 или 01. Дозвонились. Где примерно хотя бы сориентировали, где находитесь. То есть, ну, где жили, откуда, по крайней мере, зашли. В лес, вот с какой деревни там, населенного пункта. И после этого уже выполняете указания оперативного дежурного. Разведите костер, пойте песни или громко разговаривайте. По дыму и голосу найти человека легко. Ни в коем случае не садитесь на землю или камень. В лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте возвышения из мха и веток, говорят спасатели. Кроме того, не лишним будет поискать какие-либо ориентиры, просеки, тропы или лесные дороги. А обнаружив реку, двигайтесь вниз по течению и, скорее всего, наткнетесь на поселение. Соблюдение этих нехитрых правил поможет не испортить отдых на природе и, в конечном счете, сохранить жизнь и здоровье.